Водить машину студент Максим Козиков научился давно. Дождался совершеннолетия и готовится сдать на права. На площадке отрабатывает новые элементы. Готовится к экзамену во второй половине сентября. По новому регламенту. То же самое, только два упражнения новых прибавили и все. Нет, не волнуюсь. Одна из причин, почему меняют правила сдачи экзамена – растущая интенсивность движения и загруженность на дорогах. Нужно учиться ездить в условиях, когда все вокруг занято машинами. По новому регламенту экзамен по правилам дорожного движения становится более конкретизированным. Например, при сдаче навыков практического вождения кандидат-водитель должен уложиться в определенное время, а также не нарушить отведенные расстояния между элементами площадки и машиной. Теоретическую часть разделили на тематические блоки. Одна ошибка – и курсант получит пять дополнительных вопросов. Добавились новые элементы в практическую часть. Вместе со змейкой и разворотом в ограниченном пространстве нужно будет сдать поворот на 90 градусов. Сама змейка стала проще. На все элементы отводится конкретное время – от 30 секунд до 10 минут в зависимости от категории. Во время езды по городу экзамен будет фиксироваться на видеорегистратор. Ошибки разделили на грубые, средние и мелкие. На площадке уже оборудованы новые элементы. Их отрабатывают и новички, и те, кому экзамен сдавать до сентября. После первого числа обучение начнется по новому регламенту. Это, конечно, нанесет определенный отпечаток на обучение и на сдачу. Но ничего такого, скажем, сверхъестественного вот этот регламент не вносит. Сложнее придется тем, кто обучался по старым правилам и не сдаст экзамен в августе. Им придется пересдавать уже в сентябре с учетом всех нововведений. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События.